всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать систему джекаса урок номер 13 давайте в этом уроке установим отзывы под каждым товаром на нашем сайте вот здесь будет размещаться еще одна вкладочка с отзывами переходим в админку нашего сайта переходим настройки здесь мы находим вкладку отзывы включаем ее и у нас выплывает список настроек доступ к просмотрам но здесь все на русском я думаю здесь все понятно и либо все либо только зарегистрированные пользователи вашего сайта доступ к форме я выбираю все модерация я включаю да то есть комментарий отзыв не будет опубликован на сайте до тех пор пока вы его не проверить его админской части сайта рейтинг отзывов то есть кто может ставить оставляем все жалобы на отзыв тоже можно выбрать зарегистрированные проверка ip я выставлю да порядок показа отзывов и количество на странице 20 здесь мы нажимаем сохранить закрыть переходим на фронтальную часть сайта заходим в какой-нибудь товар прокручиваем чуть ниже и видим здесь появилась вкладка отзывы и кстати будет рядом вестись счетчик сколько отзывов всего добавлен кликаем пока нет отзывов будьте первым давайте протестируем нажимаем добавить отзыв как будто мы клиенты первое мы выбираем рейтинг и кстати вот здесь вот момент когда мы подключаем отзывы этот рейтинг будет заменять вот этот звездный рейтинг который мы с вами ставили в прошлом уроке мы сейчас видим что у нас нет ни одной оценки то есть мы в отзывах выбираем рейтинг например три звезды и он также появится у нас выше там где у нас рейтинг так поставили три звезды а дальше как обычно в интернет-магазине можно оставить достоинство данного продукта я беру произвольный текст дальше недостатки дальше сам отзыв ваше имя и мл обратите внимание что рейтинг выставили три звезды а у самого товара не было рейтинга сейчас мы посмотрим он там должен также появиться уведомлять об ответах по email ставим галочку да нет и нажимаем отправить у нас выскакивает сообщение что у нас не включен не создан шаблон email сейчас мы об этом поговорим здесь пока нажимаем ok после обновления страницы отзыва пока нет потому что он у нас на модерации а вот рейтинг вы видите не было ничего стоит три звезды то есть замещается рейтинг прямо в отзывах я считаю что это правильный подход переходим в админку нашего сайта переходим отзывы здесь у нас появился новый отзыв в 10 рядом такая красная полоса говорящий о том что отзыв не опубликован если все хорошо и здесь нормальный отзыв то мы можем его как администраторы опубликовать либо вот здесь вот галочка либо поставить здесь галочку и нажать опубликовать можем удалить или изменить нажимаем опубликовать страница обновляется отзыв опубликован идем на сайт обновляемся видим что отзыв здесь появился все здесь описано также у отзывов здесь есть поставить лайк или дизлайк дальше мы можем ответить либо прямо здесь этому человеку если он требуется ответ также мы можем пожаловаться но здесь сейчас это не видно потому что мы не авторизованы на сайте также вот лично мне как администратору было бы удобно отвечать с админки поэтому здесь есть тоже такая кнопка ответить и мы как администратор можем отвечать кстати аватарка администратора если вы хотите поставить логотип вашей фирмы вашего магазина можно здесь разместить каким образом ваш email нужно привязать к специальному сервису gravatar найдите его через поисковик зарегистрируйтесь привяжите mail и разместите в этом гаватаре аватарку вашу и тогда она будет отображаться здесь когда вы будете использовать email при ответах а тот email до который вы привязали к сервису gravatar вы видите отличаются у нас аватарки здесь дефолтная аватарка стоит у тестового отзыва а вот здесь уже видите другая совсем иконка она как раз привязана к вот этому моему email теперь нам нужно создать специальные mail письма которые будут приходить при разных условиях например раз оставили отзыв оставили ответ или жалоба на отзыв также письма должны приходить как и клиентам так и администратором магазина для этого мы с вами переходим инструменты шаблоны mail мы с вами сейчас частично затронем эту опцию более детально мы разберем ее позже здесь пока у нас ничего нет мы нажимаем создать первое поле имя можете просто для себя написать я пишу отзывы администратору это заголовок будет вам говорить о том что данное письмо которое мы здесь сейчас выберем шаблоне будет приходить администратору сайта при добавлении отзыва в какой-либо продукт чтобы вы могли своевременно опубликовать отзыв отредактировать или удалить а вот здесь вот назначение мы выбираем нужный параметр почти в самом конце новый отзыв администратору выбираем здесь мы видим описание здесь мы выбираем именно вот этот вот параметр кликаем нажимаем здесь потом обновить иконочка и в письме будет понятно о чем будет данное письмо то здесь уже все как бы заготовлено пример в магазине был добавлен новый отзыв для продукта такого-то для супер администратора то есть для вас далее мы нажимаем сохранить или можем сразу на нажать сохранить и создать также дальше придумываем значит имя шаблона выбираем то есть то что мы выбрали вы видим сейчас у нас не активно до выбрать больше не можем значит данное письмо уже готово новый отзыв покупателю выбираем то есть если пользователь подписался на уведомление об новых отзывах к данному продукту то здесь будет это приходить дальше уже вы можете поизучать просто повыбирать здесь в конце разные шаблоны нажимаете вот на эту иконочку обновить читайте для чего это письмо до соответствующие придумайте здесь заголовок и сохраняйтесь в итоге здесь у вас будет целый список потом всевозможных шаблонов находиться на локальной машине я протестировать это не могу то есть именно как доставляются письма а на хостинге это будет работать при условии что вы панели управления jumla в общих настройках вот здесь вот используете мл привязаны к вашему домену то есть сейчас неправильный пример неправильный мл то есть обычные мл и об этом я уже много раз говорил обычные мэйлы это яндекс может быть google почта любая почта которая имеет собака там мэйл или яндекс или google точку ру это все не работает письма могут не прийти такая такова политика новая у всех почтовых сервисов нам нужно привязывать создавать новую почту привязанную к домену как это сделать в интернете много информации об этом на этом данный урок я заканчиваю если для вас был полезен поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал также подписывайтесь на мою группу вконтакте ссылка будет в описании под этим видео не забывайте что я имею уникальные промо-коды на покупку системы джек асс 15 процентной скидкой если вас интересует обращайтесь ко мне на почту почта в описании я бесплатно вам вышли промокод на этом я с вами прощаюсь и до нового видео если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле не важно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь